Всем здравствуйте! Вы снова у меня в гостях на моем канале ЛПХ на восьмисотках Ирина Богачёва. Сегодня у нас с вами будет день экспериментов. Я решила попробовать, так как я уже говорила во многих видео, что две коровы мне ушли в запуск. Одна еще не совсем ушла и я ее примерно через два дня сдаиваю. Молоко солонючее, просто ужас. Я сделала с ее молока сыр. Или кислотности не набрался, или я не знаю что, он получился очень мягкий. Вот хочу просто сделать крем-сыр из этого. Он вроде бы вот как сейчас и не крем-сыр, но и не сыр, как в таковом понимании, даже на брызг. Он очень-очень мягкий, очень мягкий. Это первое. Второе. Я решила попробовать сыр, сделать сыр. У меня был полтора литра молока. Мне досталось от тех коров, которые доятся. И попробовать, знаете, вот есть такой вот сыр, что сметана, молоко, яйца, соль. И если посильнее гнет поставить, будет твердый сыр. Если гнет поменьше поставить, будет как мягкий сыр. Я решила, сметаны мне нет. Я купила, у нас в магазине продается 137 рублей килограмм. Магазинная сметана. Я решила попробовать, что получится, если вот мое молоко, яйца и магазинная сметана. Я добавила еще куркумы. Сейчас я вам покажу, что, как это получилось у меня. Перелью потом в формочку, и потом я вам покажу, что же все-таки у меня получилось из магазина сметаны. Самый непростейший способ. Вот, видите, если вам видно, горячий еще. Значит, наливайте в кастрюльку молоко. И давай, это желтый, это куркума, не пугайтесь. Это так, как я это для себя делала, мне захотелось вот с куркумой. Ну, нагревается молоко, тем временем, сметану и яйца вы взбиваете венчиком. И когда молоко уже доходит почти до кипения, начинаете струйкой вливать, сильно помешивая молоко. Выливаете вот эту вот сметану с яйцами в кипящее молоко и мешаете, пока вот не получится вот такой вот сгусток. Ну, сейчас я все процежу в формочку. И потом подгнет, и потом я в конце этого видео, я вам покажу, что же все-таки, как получился. Ну, на вкус, вот я пробовала эту массу, мне очень понравилась. Прям вот такая сливочная. Я подсолила на свой вкус. Вы можете так же сюда и укропчик, потом бросить и все. Все, перекладываю в форму. Как обычно, беру решетку, ставлю на тазик, на любую емкость, как вам будет больше удобно. Форму для сыра. 500 раз было говорено. Обязательно обдавайте кипятком. Чтобы не затащить в холодильник никакую заразу, иначе у вас все сыры будут с одинаковой плесенью, с рыжей. Перекладывать можно любым удобным для вас способом. Самое главное, не обжечься. Я домашнюю сметану, конечно, выйдет намного вкуснее, скорее всего. А в магазинной сметане тут нечему сворачиваться. Желательно сейчас перевернуть, так как очень горячая. Возьму крышечку. Оп! Придется взять в руки. Вот так. Получилось. Если вам видно, очень хорошо сливается. Я экспериментирую с магазинной сметаной. Что получится, я вам расскажу. Но такой способ для приготовления. Быстро вы приготовите этот сыр. Вот прям как только он остынет, под гнетом его уже можно кушать. Этот сыр прям вот за 30 минут. Вот. Ну, это я вот делаю эксперимент. Так, все. Сейчас я поставлю гнет. И мы отложим этот сыр. А потом я вам в конце видео покажу, что получилось. Его даже можно вынести на улицу. Вот сейчас как раз прохладно. Можно вынести на улицу. И он там очень быстро остынет. Смотрите дальше. Продолжаем эксперимент. Так как я даже сама не знаю, что получится. Дальше ничего не могу вам сказать, что понадобится. Понадобится блендер. И, значит, мой вот этот мягкий сыр. И остатки сметаны, которые я сегодня купила. Вот сейчас посмотрим, что и получится. Хочу взбить. Вот этот творожный сыр и со сметаной. Что, в принципе, я хочу сделать? Я хочу сделать конфеты. Так как в преддверии 8 марта для своих девчонок, для мамы, для сестры, для снохи, для внучки, я хочу сделать конфеты. Для этого вот сейчас взобью. Что я буду использовать дальше, я потом вам покажу. Я не знаю этот рецепт. Я его слепила из того, что было. Как и очень много в своей практике. Рецепты я продаю. Напоминаю вам, что там есть конфеты, курс для, ну, в общем, разные цены. Кого что интересует, пишите мне на WhatsApp. Номер телефона есть в описании канала. И, конечно же, все рецепты добавляются. Каждый день добавляются новые. Я что-то читаю, что-то изобретаю, что-то записываю, что-то у меня есть в записи. Вот так получилось. Вот так взбился. Я даже, если честно, я даже не знаю, что с чем делать. Сделать, наверное, просто по 3, по 5, сколько нас, девчонок? Значит, 5. Значит, по 5 конфеток. Сделайте просто разнообразных, а потом просто каждой конфетке в 5 коробочек положить. Значит, у меня есть кешью, у меня есть грецкие орехи, у меня есть вот такой шоколад, у меня есть вот такое печенье, и как я уже говорила, у меня есть шоколад. Настоящий кондитерский шоколад в капельках. Сейчас покажу. Еще есть мое собственное производство вишневое варенье, очень густое. Кстати, я делала торт. Знаете, как я пропитала серединку? Вот это. Плюс вот такое варенье. Размешала. Вот это прям добавила в варенье, чуть-чуть водички добавила. Просто у меня помрачительный. Лимон и вишня. Это просто что-то с темным. Вот. Вкусное изобразие. Заварной крем на нижний слой, на верхний слой. Ну, в общем, сейчас я скажу, как. Я напротив не испекла. Бисквит. И разрезала его на три части. И вот первый слой промазывала заварным кремом. А второй слой именно вот этой вот пропиткой. Ну, а сверху, который еще раз кремом, шоколадом. Да я вам могу скинуть фотографию. Так, значит, вот у меня есть вот это. Теперь у меня есть кокосовая стружка. У меня вот такой шоколад. Вот такой шоколад. Вот такой. И вот такой. Так, ну, естественно, ванилин. Ну, и, естественно, вот еще глазок. В общем, поле деятельности огромное. Вот, значит, сделаем конфетки. Сделаем и с кокосом. Сделаем в шоколаде. Сделаем печенье в обсыпке. Все. Начинаем творить добро. Так, сыр надо перевернуть. Грузик поставил в крышечку и баночку с водой. Сейчас вот я его переверну и надо будет уже побольше грузик поставить. Гуль на выдумке сейчас. Сыр, который у нас остался, убираю в холодильник. Если мы его так не скушаем на булочку намазывая, значит, он у меня будет. Может быть, завтра попробую тест на плавление. Может быть, с него сделаю узелки. Я чуть не забыла. У меня есть сыр брюност. Я делала вот на днях. Его тоже будем использовать обязательно. Я думаю, что если сыр брюност смешать с вишенками, не водичку, а именно сами вишни, будет очень вкусно и покрыть шоколадом. Так, значит, это мы с вами... Так. Теперь будем готовить начинки. Будет использоваться для начинки сыр брюност, вишневое варенье, орехи кешью, грецкие орехи, шоколад с орехами и печенье с авоярди. Так, ну и в конце видео показываю, что у меня получилось, какие конфеты. Это вес коробочки с конфетами, а это, как и обещала, сыр. Мне понравилось. С домашней сметаной, думаю, будет еще вкуснее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok